Они не хотят вернуться домой с клеймом дезертира. Военные 51-й бригады уже третий месяц под следствием. Что им светит, кто их поддерживает, а кто нет? Подробнее Сергей Бордюжа. Им предлагали статус беженца в России, но они вернулись домой, в Украину. И уже третий месяц ожидают суд. 40 солдат бывшей 51-й бригады сейчас в Запорожье. Их обвиняют в уклонении от воинской службы. Мол, оставили бы вы оппозиции и сдались врагу. За это грозит от двух до десяти лет. Это винят те генералы, которые сделали, чтобы мы попали в этот полон, что нас разбили. Что их не судят? Судят простых солдат. Закрыть уголовное дело требуют десятки родственников солдат. И кто будет защищать нашу родину, кто будет защищать и кто будет идти в армию, если такое отношение нашего государства к нашим защитникам. Мне кажется, что они ни в чем не винны, они не сделали никакого злочину. Просто один злочин в том, что они лишились живы. В военной прокуратуре Запорожского гарнизона сегодня пояснили, действуют согласно закону. А вот что думают об этой истории те, кто сейчас находится на передовой в зоне АТО. У них просто не было выхода, понимаете. А высшая стоящая команда, они ничем не занимаются, понимаете. Кроме своих выборов, я вам правду говорю. Вот сейчас мы тоже здесь в Айдаре, понимаете, тут то же самое и делается. А командование-то надо все расстреливать. Услышат ли солдат военная прокуратура? Пока же из разговора с бойцами бывшей 51-й бригады понятно. На компромисс ни с совестью, ни тем более с прокурорами, большинство из них идти не собирается. Сказали, домой дезертирами не вернуться. Сергей Бордюжин, Ольга Клюева, Игорь Воробий, телеканал Интер.